В Международный день защиты детей в исполнительной колонии номер 7 состоялось долгожданное свидание. Представители общественной организации Ассамблеи гуманности ГУФСИН и руководство учреждения на сцене клуба организовали настоящий праздник. Актовый зал культурно-досугового центра исправительной колонии на несколько часов превратился в теплый детский утренник, в котором состоялась встреча осужденных со своими детьми и родственниками. К этому мероприятию мы готовились, запланировали провести день открытых дверей, порядка 30 детишек. Многие желали, но не все смогли родные и близкие прибыть в учреждение. Мы видим, что, скорее всего, это нужно. Даже если посмотреть на лица ребят, детишек, трогает очень. Мероприятие началось с шоу мыльных пузырей. Дети с костюмированными аниматорами веселились, отгадывали загадки, танцевали, а любящие папы радовались вместе с ними. Спасибо большое организаторам и исправительной колонии администрации за возможность увидеться лишний раз с семьей. Это очень дорогого стоит, особенно в этих стенах. Тем более у дочки завтра день рождения. Это вот там нам такой подарок. Хочется увидеть, как человек изменился, какое отношение к тебе. Всегда звонит, интересуется, переживает. Поэтому огромное спасибо и администрации, и попечительскому совету УФСИНа. И надеемся, что будут такие мероприятия чаще и чаще. И побольше народу из нашего коллектива и родственников побольше будут приезжать. Это действительно способствует социализации и самую большую, наверное, воспитательную роль, которая является целью пребывания здесь. Праздник стал поистине запоминающимся. На сцене происходило настоящее волшебство. Выступали фокусники, цирковые артисты, показали номера с питоном, крокодилом, кроликом. Многие дети впервые погладили редких животных. Мне больше всего понравилось, когда выносили животных. И больше всего, когда фокусник достал желание тете. Тетя подарочки, очень волновалась и все по-многому делала. Не спал. Сегодня не спал вообще ночью. Да, очень переживал. Два года не видела родных. Нам очень сильно понравилось, почаще бы таких событий. Они имеют уникальную возможность увидеть своих детей, пообщаться с ними, оттаять душой, оттаять сердцем. Ведь вы понимаете, что нахождение под стражей гражданина, это наносит очень сильный морально-психологический эффект. У самого закоренелого преступника, я могу так сказать, оттаивает сердце, оттаивает душа. Человек верит, что его ждут, что нужен обществу. И хочется выразить слова благодарности. Вот это прекрасное мероприятие. Отбывающие наказания мужчины переживали и задолго готовились к встрече. Многие пришли с цветами в руках, дарили их своей семье. Несколько детей принесли своим папам рисунки. Долго ждал, в восторге. Впечатления большие, эмоциональные. Организация супер, понравилось все. Ребенок впечатления, хорошие эмоции. Устали все. Почаще бы так сейчас. Ребенок самое дорогое, что есть у меня в жизни. Это радость. Это семья. Это самое ценное, что есть в жизни. У всех разные судьбы и истории. Некоторые в колонии совсем недавно. Мужчины переживают разлуку с семьей по-разному. Кто-то держится, кто-то не может сдержать слез. Однако все в один голос говорят, как важны для них эти встречи. Знаете, мне очень понравилось. Я сам недавно здесь. Я вот приехал буквально два месяца, как работать пришел. Я не знаю, я больше проплакал. У меня слезы текут, радости. Сына держу. Если человек хочет, администрация палки в колеса не ставит. Если человек исправляется, только помогает. Я это вижу, я это ощутил. Справится, куда же он денется. У него, вон, ребенок. Есть ради чего это делать. Так что будем надеяться, что все будет впереди хорошо. Неожиданным подарком для всех был визит народного артиста Александра Розенбаума. У осужденных была возможность поговорить по душам, ответить на волнующие их вопросы и, конечно же, спеть вместе. Такие встречи, конечно, они не должны быть раз в году. Мы это делаем уже второй раз за этот год. И я думаю, что надо их делать регулярными. И наш опыт, наверное, может быть, ввести и вообще по системе. В СИНА в России подавляющая масса людей, которые находятся в местах заключения, в местах лишения свободы, это люди. И каждому человеку нужно стучаться. Сам мало чего сделает. Ему стучаться надо. А вот стукнуться через ребенка, это на уровне большого, великого инстинкта. В заключении Александру Розенбауму и заместителю председателя общественного совета при ГУФСИН Яну Волкову за большой вклад в развитие социальной и духовной жизни колонии вручили памятные подарки. Как знак того, что организованные мероприятия для них бесценны. Юлия Мнацаканова, Алексей Пономарев, Новости ТБН.